МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как это происходит на практике и что можно сказать о первых результатах совместного социального проекта, нам расскажут гости студии, генеральный директор ЛОКОТЕХ-эксперт Александр Гридасов и заведующий кафедрой экономики и финансов Алтайского филиала РАНХИКС Елена Лукина. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Александр Викторович, первый вопрос прежде всего к вам. Насколько остро ваша сфера сегодня нуждается в кадрах? Наша организация – это общий центр обслуживания. Она создавалась для того, чтобы оказывать консолидированные услуги по бухгалтерскому учету, кадровому администрированию для большой группы компаний. У нас на обслуживании большие заводы, сервисное и локомотивное депо. Есть организации финансовой сферы, есть организации IT-сферы. Поэтому требования к сотрудникам, к нашим, они очень высоки. Наши сотрудники должны быть большими, хорошими, крепкими специалистами для того, чтобы у нас было хорошее качество услуг, ну и чтобы мы оправдывали надежды наших заказчиков. Поэтому я скажу так, что специалистов в нашем случае мы всегда ищем. Идея совместного проекта, она родилась именно из-за нехватки кадров или нет? Совместный проект с вузами и средними учебными специальными заведениями – взаимовыгодный проект, я бы сказал. Потому что в основном мы смотрим на взаимодействие с вузами, как с потенциальными поставщиками, что ли, нам готовых кадров. Но в то же время мы понимаем, что те выпускники, которые приходят к нам на работу, они знают в общем про бухгалтерский учет, если мы говорим про тему бухгалтерского учета. Но в то же время некоторые особенности, которые присутствуют у нас при введении бухгалтерского учета, они не знают просто ввиду того, что у нас специфика определенная есть. Поэтому мы, работая с вузами, я полагаю, ведем этот взаимовыгодный проект, который оказывает и социальное воздействие, то есть заранее специалисты, выпускаясь из вуза, могут знать свое рабочее место. И с другой стороны, и мы, получая работников, прежде чем принять их на постоянное место работы, видим, что работник из себя представляет, и таким образом получаем уже готового, обученного сотрудника. Вы являетесь наставником молодых и начинающих. Как это происходит на практике? Вот расскажите. Идея наставничества – это идея далеко не новая. Она была, я думаю, еще с самых давних времен, когда на рабочем месте более опытный специалист передает свои знания навыкам, навыки, скажем, новичку. В нашем случае система очень похожа. К нам приходят люди, и у нас каждый специалист, который является специалистом, скажем так, значимым, а иногда даже незаменимым, он передает свои знания для нового сотрудника, для того, чтобы в случае отсутствия, предположим, нашего специалиста, этот новый человек мог бы заменить его. Ну, в случае, если этот человек уйдет, либо уйдет на повышение в нашей организации, либо покинет нашу организацию, у нас должны быть готовые люди, которые исполняют эти же обязанности с хорошим уровнем качества. Как вы отбираете людей? Насколько серьезный отсев происходит? В рамках нашей программы по производственной стажировке я лично вместе с командой моих коллег объездили вузы и среднеспециальные учебные заведения. Мы презентовали для студентов и преподавателей нашу программу. И после того, как мы объехали учебные заведения, собрали всех желающих, после чего было два этапа отбора. Первый этап отбора состоял в профессиональном тестировании. Надо сказать, что почти все выпускники, которые участвовали в этой программе, они прошли этот этап. Второй этап было определение коммуникативных навыков. Знаете, это очень интересный этап, когда мы собираем представителей разных учебных заведений, я имею в виду выпускников, после чего представляем им для решения задачу, задача творческая на решение бизнес-кейса. И целью этой задачи является выработка общего мнения. После чего мы, как комиссия, которая находится в этом же помещении, смотрим на то, как между собой взаимодействуют люди. И вы знаете, здесь надо сказать, что в рамках взаимодействия между собой умение сформулировать свою мысль, умение защитить ее, умение сформировать одномышленников, что ли, в рамках этого коллектива, оно дорогого стоит. Таким образом выявляются люди, которые в будущем потенциально могут стать лидерами и повести за собой и остальных бухгалтеров. В общем, особый акцент на коммуникативные качества, да? Профессиональные навыки, коммуникативные качества, все верно. Елена Викторовна, вопрос теперь к вам. Вот скажите, с точки зрения выпускников вашего учебного заведения, все ли трудоустраиваются по специальности, или все-таки есть процент учащихся, которые идут работать не по профессии? У нас в нашем ВУЗе достаточно высокий процент трудоустройства, около 90% выпускников трудоустроены, и около 60% выпускников трудоустроены по специальности. А остальные устраиваются либо на смежные специальности, ну, например, в отделы кадров, или в коммерческие отделы, менеджерами по сбыту, в банке там есть разные должности, но это напрямую как бы не является их основной квалификацией и должностью, которую они должны занимать. И созданный в нашем ВУЗе центр карьеры помогает нашим выпускникам трудоустроиться, и даже после окончания ВУЗа, спустя какое-то время, наши выпускники могут обратиться в ВУЗ, и наш центр карьеры всегда готов им помочь. Те, кто идет работать, скажем, в смежной специальности, не по профессии, вот почему так происходит, почему люди сразу не идут работать по своей специальности, которой посвятили много ресурсов, времени? Ну, факторов на самом деле много. Есть и желание родителей, чтобы ребенок занимался именно этой сферой деятельности, но ребенок дозревает за 4 года и понимает, что это не совсем его. Но знания экономики, это, говорят все наши выпускники, позволяет сориентироваться в жизни, и личный бюджет вести, и понимать процессы, которые протекают в организации, на которые влияет именно он, как работник. Вот помимо практических навыков, отработки их, и вот помимо того, что вы сейчас произнесли, какие еще плюсы есть от совместного проекта с компаниями? То, что ребята наши уже обучаясь, погружаются в профессию, и действительно, вот навыки коммуникации в коллективе, в реальном коллективе, позволяют быстрее адаптироваться, даже если они не придут вот к нашему партнеру. Потому что обучение в УЗИ, это все-таки несколько такие тепличные условия. У нас есть кураторы, преподаватели, которые заботятся о студентах, а там реальная жизнь, реальная профессия, сроки выполнения поставленных задач. И быстрое погружение позволяет быстрее определиться, твое ли это, или нужно искать какую-то другую организацию или, может быть, сферу деятельности. Сегодня эксперты рынка труда утверждают, что вопрос кадров, он, в общем-то, будет обостряться еще в будущем. И уже сегодня нужно взращивать кадры самим для себя. Вы с этим столкнулись на практике, вы это отрабатываете. Вот расскажите о нюансах, быть может, о каких-то сложностях. Вы знаете, в последнее время действительно практически во всех средствах массовой информации идет информация про то, что у нас нехватка в России рабочей силы. Притом, нехватка рабочей силы практически во всех отраслях. Вместе с тем, есть два же направления, каким образом можно эту нехватку победить. Одно из них – это повышение производительности труда. Здесь можно упомянуть роботизацию, автоматизацию. С другой стороны, это, конечно, работа по изменению бизнес-процессов, повышение производственной эффективности. Мы идем по пути автоматизации и роботизации, но учитывая то, что этот путь мы только начали, мы, конечно, вынуждены нанимать дополнительное еще количество людей для того, чтобы покрыть наши производственные необходимости. Это наша особенность. Но и в то же время у нас есть еще следующая особенность. Мы, как сервисный центр, своих работников довольно узко специализируем. Но в то же время мы позволяем своим работникам в рамках работы в сервисном центре после определенного времени выбирать, где бы, на каком участке они хотели работать. Тем самым, у наших работников есть возможность развиваться как горизонтально, то есть, менять участки учета и тем самым становиться специалистом более широкого профиля. Так и вертикально. Любой из наших работников может стать руководителем группы, вырасти в начальника подразделения. И вместе с тем, у нас, после того, как человек изучил практически все участки учета и поработал в самом нашем, я думаю, итоговом департаменте бухгалтерской налоговой отчетности, он становится главным бухгалтером. В начале нашего разговора я упомянул, что на обслуживании у нас довольно серьезная организация с крупным капиталом, с большими активами. Так вот, человек с опытом практически главного бухгалтера, на крупных организациях пользуется серьезным спросом на рынке. У нас их иногда просто-напросто сманивают. И у нас начинается ровно та же самая история по обучению, потому что приоритет при занятии вакантной должности мы отдаем своим сотрудникам. К нам приходит новичок, мы его обучаем, после чего он развивается горизонтально либо вертикально, становится опытным, востребованным специалистом, и периодически у нас таких людей сманивают. Это наша особенность. Сколько в данный момент новичков вот у вас сейчас получают, скажем так, первые навыки, вникают вообще в суть профессии? Я бы сказал, что порядка 20 человек, я думаю, у нас есть стажеров, из них 12 человек, набранные в рамках программы совместно с ВУЗМИ. 20 человек, это такая цифра стабильная или нет? Нет, у нас в зависимости от того, насколько появляются лакантные позиции, мы открываем должности стажеров и набираем их. Для ВУЗов мы сделали исключение, потому что у них есть определенный план по обучению, и мы стараемся вместе с этим планом соответствовать загрузке студентов. Мы позволяем студентам не полный день находиться на рабочем месте, а как минимум 20 рабочих часов в неделю. И в рамках недели эти 20 рабочих часов студент может со своими наставниками перебрасывать. Это очень полезно для студента, с той точки зрения, что они одновременно и обучаются, успевают учиться, успевают сдавать экзамены и в то же время получают у нас практические навыки. К слову сказать, студенты, которые приходят к нам на систему вот этого обучения, они сразу устраиваются у нас с открытием трудовой книжки. То есть мы их нанимаем на срочный трудовой договор, они получают деньги за то, что они работают и обучаются. И я думаю, что это тоже для них интересно. Стимул. Потому что, конечно, это и стимул, это и положительный опыт. И вообще считаю, что для хорошего бухгалтера, профессионального, стартовая карьера в сервисном центре дорогого стоит. Вот вы упомянули, что у вас часто переманивают главных бухгалтеров. А в принципе, вот насколько они сегодня нужны, востребованы, даже вот, скажем, на рынке Барнаула? Какие-то цифры, статистика, нет? Статистикой я не обладаю, но я знаю, что когда создавался сервисный центр, который я представляю, он был практически единственным на территории Барнаула. Но после того, как наши конкуренты распробовали город Барнаул, здесь сервисные центры начали открываться один за другим. И мы уже тут не единственные представители услуг. У нас уже возникает некоторая конкуренция за умными, профессиональными бухгалтерами. И это, на самом деле, накладывает некоторый отпечаток на наши взаимоотношения с людьми. Со сколькими учебными заведениями вы сотрудничаете? Мы сотрудничаем с восьми учебными заведениями. Именно с ними у нас заключены договоры на взаимодействие в рамках такой вот программы. И мы принимаем от них студентов. У нас есть специально оборудованные места для студентов. У нас есть специально выделенные наставники. Ну, то есть, мы серьезное внимание уделяем тому, чтобы программа, о которой мы сейчас говорим, она дала очень серьезный, положительный эффект как для нас в рамках подготовки готовых специалистов для найма на постоянную работу, так и для вузов в рамках того, чтобы студенты определились с тем, все-таки это их рабочая специальность, либо они выберут что-нибудь другое. И в то же время, чтобы у них сразу была возможность трудоустроиться. Есть какие-то планы по развитию вот именно этого направления, направления там сотрудничества с вузами, взращивания для себя вот кадров? Планы у нас есть. Сейчас мы эту программу только запустили, поэтому те люди, которые сейчас от вузов у нас работают, они практически, скажем так, первого набора. Я планирую делать такого рода наборы один раз в полгода. То есть, делать так, чтобы к летнему и к зимнему выпуску вузов у нас был состоявшийся пул таких студентов, которые прошли уже производственную практику и дальше будут принимать решения, будут они работать с нами, либо выберут другого работодателя. То есть, набирать два раза в год, сейчас раз, да? Увеличить поток. Все верно. Ну, давайте в завершении программы подчеркнем результаты социального эксперимента, все-таки таких пока немного, да? Давайте по очереди, Александр Викторович, что вы скажете? Ну, вот как работодатель, можно сказать. Как работодатель, я хочу сказать, что влияние этого проекта, оно очень серьезное. Сейчас рано говорить о результатах этого проекта, потому что, по сути, он только начался. Но в то же время, я думаю, что через полгода мы сможем снова встретиться и проговорить про то, как хорошо, либо недостаточно хорошо получилось отработать с нашими студентами и какие итоги мы при этом получили. Юлина Викторовна. У нас уже студенты, выпускники работают в компании, и, безусловно, мы с ними всегда на связи. И как они отзываются, что действительно обстановка очень доброжелательная в коллективе. Молодой коллектив, наставник, всегда готов помочь и курирует первое время работу своего наставляемого. А далее отпускает его в свободное плавание. Молодой специалист самостоятельно работает, и куратор лишь наблюдает за ним. Поэтому наши девочки отмечают это высоко. И еще они отмечают, что благодаря тому, что в УЗИ они как пользователи работали в информационных системах, им легче освоить эту профессию. Спасибо большое за ваши ответы. А я напомню, что сегодня у нас были в гостях генеральный директор ЛОКОТЕХ, эксперт Александр Гридасов и заведующая кафедра экономики и финансов Алтайского филиала РАНХИКС Елена Лукина. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин